Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм «Джокер. Безумие на двоих». Психически нестабильный клоун отбывает срок в тюрьме за убийство. Адвокат хочет выставить его неадекватным, чтобы перевести в лечебницу, но он становится символом борьбы для горожан. Фильм, основанный на желании срубить бабок на успехе предыдущей части, начинается с анимационного ролика в стиле веселых мелодий и «Текса Эвери». Мультик показывает визит комика Артура Флэка на шоу Мюррея Франклина, закончившееся убийством ведущего и арестом клоуна. История переносится в тюрьму для психически нестабильных, где Артур мотает срок под надзором охранника Джеки и его подручных. Так как пациент любит всем рассказывать, что он дерется по ночам с миллиардером в костюме летучей мыши и подрабатывал в прошлом римским императором, его пичкают таблетками для поддержания градуса адекватности. Затем Артура под дождем ведут в другое крыло, на встречу с адвокатом Мэриан Стюарт. По дороге он замечает в группе терапии молодую девушку, которая жестом показывает, что в курсе о его подвиге на ток-шоу. Адвокат предлагает клиенту новую тактику – косить под психа, чтобы признали невменяемым и перевели в лечебницу. Ради этого она устроила сеанс с психотерапевтом под запись на камеру. Доктор наводящими вопросами пытается создать картину, что у пациента крыша трудится во славу макаронному монстру, протекает как дуршлаг. Затем Артур просит у охранника сигарету, а они рассказывают, что про его преступление сняли фильм. Его там какой-то Хоакин Феникс сыграл. Вскоре Артуру за примерное поведение разрешают участвовать в групповой музыкальной терапии. Там он опять встречает девушку по имени Ли. Она говорит, что является большой его поклонницей и раз 20 смотрела фильм про него. По словам Ли, она живет в том же районе, что и он. Ее отец погиб в аварии, а в лечебницу она загремела за поджог дома матери. Вернувшись в свой блог, Артур видит по телевизору репортаж про себя. Прокурор Харви Дент хочет добиться смертного приговора. Когда мужчину охватывает беспричинный смех, охрана выводит его остудиться под проливным дождем. Позже тихих пациентов ведут на киносеанс, во время которого они сидят рядом с Ли. Девушка предлагает сбежать вместе, после чего под видом Перекура устраивает поджог. Пока охрана хаотично организует эвакуацию, парочка на фоне языков пламени лобызается. Затем под видом песенно-танцевального номера они вдвоем организуют побег к воротам, где уже толпятся зеваки и репортеры. Однако охрана вовремя замечает попытку досрочной выписки и хватает беглецов. За проступок Артура бросают в одиночную камеру, где ему снится еще одно выступление на сцене вместе с подругой. От грез его будет ее голос. Женщина подкупила охранника, чтобы пробраться к возлюбленному. Она говорит, что ее выписывают, якобы из-за тлетворного влияния, которое Артур оказывает на нее. Но Ли обещает приходить на каждое слушание по его делу. Также она принесла косметику, чтобы нанести ему макияж Джокера, после чего дело переходит к интимной близости. Через некоторое время адвокат устраивает клиенту интервью, чтобы продемонстрировать общественности, что он, Артур Флек, сломленный больной человек, а не Джокер-психопат-убийца. В ходе интервью заключенный узнает, что настоящее имя Ли – Харли Квинзелл, и что она дала несколько интервью касательно их отношений. Позже Флек едва не срывается, когда журналист пытается спровоцировать его неудобными вопросами, но берет себя в руки, объясняя это тем, что теперь он другой человек, у него появилась девушка. Тут же Артур исполняет серенаду в честь Ли. Для разнообразия пение не оказывается очередной галлюцинацией. Ли смотрит передачу на улице, после чего, разбив витрину магазина, лутает телевизор. Вскоре наступает день первого слушания по делу Артура Флека. Мужчину привозят в зал суда, около которого толпятся поклонники Джокера, жаждущие увидеть своего кумира. Пока прокурор допрашивает изучившего дело Флека психиатра, опоздавшая к началу Ли, напивая под нос, заходит в зал суда. Увидев ее, Артур улыбается, теряя интерес к самому процессу, на котором решается его судьба. Адвокат интересуется, как психиатр за полтора часа беседы сумел установить отсутствие серьезных симптомов у ее клиента, хотя в его анамнезе есть травмирующие события из детства, вызванные жестоким обращением. Защитник напирает на то, что именно тогда мальчик придумал себе альтернативную личность, которая проявилась в метро, когда пьяные хулиганы напали на него. Только в этот раз он был вооружен. После первого заседания между адвокатом и Ли происходит ссора. Девушка обвиняет юриста, что та неправильно обращается с Артуром. Позже Мэриан говорит подопечному, что подруга его обманывала, ее отец жив. Она выросла в богатом районе, училась на психиатра, а в клинику легла добровольно, а не за попытку поджога. Ошарашенный этой информацией Флек фантазирует новое выступление с Ли, в котором отражаются его сомнения и страхи, вплоть до того, что девушка нацеливает на него пистолет. Когда Ли навещает его в тюрьме, он прямым текстом спрашивает, зачем она его обманула. Та признается, что хотела познакомиться с ним, но это был единственный действенный способ. Переписка не дала бы такого эффекта. Она признается, что переехала в его старый дом, чтобы встретить его, когда он выйдет из тюрьмы, а также говорит, что беременна от него. Затем парочка, помирившись и воодушевившись, поет песню. На следующем заседании свидетелем выступает бывшая соседка Флека Софи. Она рассказывает, что когда тот ворвался к ней домой, перепутав реальность с фантазией, она не стала вызывать полицию, так как его мать убедила ее, что Артур совершенно безобидный. Но после совершенных им убийств она жалеет об этом, а его поклонники преследуют ее, обвиняя в том, что он в тюрьме. Прокурор просит Софи рассказать, как мать описывала Флека. По словам соседки, мать называла его непроизвольный смех гадким, а самого мужчину вечным девственником. Этот разговор вызывает у Артура неприятные воспоминания, от которых он укрывается в очередной фантазии. Песен на танцевальном номере, в процессе которого он избивает до смерти прокурора, а затем и судью, после чего приставляет к виску пистолет. Недовольный тем, как идет слушание, Артур принимает решение отказаться от услуг адвоката и ее тактики с упором на расщепление личности. Подсудимый объявляет, что сам будет представлять себя в суде как адвокат, что вызывает бурю оваций среди его сторонников. Пока он ждет транспортировки обратно в тюрьму, его навещает Ли, чтобы морально поддержать и воодушевить. Вернувшись в тюремный блок, Артур видит, что коллеги по психически нестабильной отсидке, смотревшие трансляцию заседания, встречают его как героя. Он забирается на стол, чтобы воодушевить их. Юноша Рики поддерживает его, забираясь на другую столешницу. Когда Рики за непослушание бесцеремонно стаскивают вниз охранники, остальные зэки начинают шуметь. На звуке намечающейся бучи прибывает подкрепление, и охрана принимается наводить порядок. Грубо, но эффективно. На следующем слушании Артур предстает в образе Джокера, в красном костюме и с гримом на лице. Судья, ссылаясь на имевший место прецедент, разрешает ему так вырядиться, но предупреждает, что делать из заседания шоу не надо. Первым свидетелем выступает Гарри Паддлс, бывший коллега Артура по клоунскому бизнесу, которого он отпустил в прошлый раз после убийства другого коллеги. Прокурор расспрашивает его об убийстве, после чего слово переходит к Артуру. Обвиняемый в эмоциональной речи намекает, что несмотря на то, что они якобы были друзьями, никто по-настоящему не знал Артура, зато все прекрасно знают, кто такой Джокер. И теперь он, бывший неудачник, из никому неизвестного аниматора в дурацком гриме, стал популярной и востребованной личностью, даже идиоты-охранники в тюрьме относятся к нему с уважением. Когда Артур заканчивает вопросы, Паддлс со слезами на глазах говорит ему, что он был единственным человеком, кто никогда не смеялся над его ростом. Джокеру не нравится эта эмоциональная накачка, и он повторяет, что вопросов больше не имеет. Отпустив свидетеля, судья предлагает вызвать следующего, но прокурор закончил с делом. Артур повторяет за ним, что защита тоже закончила, передразнивая поросенка Порки из мультфильма «Веселые мелодии» на радость своим сторонникам. Судья назначает перерыв до завтрашнего утра. Довольный Артур, обнимая Ли, воображает очередной сценический номер со свадьбой, оркестром, пианино и залихватской чечеткой в лучах софитов. По возвращении в родную тюрьму, Флека ждет теплый прием. Охранники, помня, как он Флексил в прямом эфире, называя их идиотами, избивают заключенного, тащат его в душевую, где раздевают и насилуют, в воспитательных целях, конечно. Униженного и подавленного клоуна возвращают обратно в камеру, что замечает верный последователь Рики. Парень начинает скандировать лозунги в поддержку кумира, но это лишь раззадоривает Джеки и охранников. Они вытаскивают Рики и, пытаясь заставить заткнуться, душат насмерть. На следующий день Ли, напивая под нос, наносит на лицо макияж в стиле Джокера, прежде чем отправится на финальное заседание. В обращении к присяжным Джокер, будучи при параде в костюме и гриме, берет микрофон и стул, имитируя выступление стендап-комика. Однако его речь не блещет шутками. Артур говорит, что у него нет никакого расстройства личности, как нет и Джокера. Все свои преступления он совершил сам и готов понести за это справедливое наказание. Услышав, что он публично отказался от идеи быть Джокером, Ли молча встает и выходит. Впервые, пока присяжные совещаются, Артур звонит ей домой, но та не отвечает. Присяжные признают его виновным. В процессе чтения приговора у Артура начинается приступ неконтролируемого смеха, что провоцирует родственников убитых им на драку. Охрана бросается разнимать их, когда внезапно снаружи раздается взрыв. От бомбы разрушается стена, присутствующие получают ранение, а прокурор Харви Дент шрамы на пол лица. Придя в себя, Артур бродит среди раненых по разрушенному зданию, прежде чем выбраться наружу через дыру в стене. Приспешник с другом запихивают Артура в машину, после чего уезжают, пока не приехали пожарные полиция. Оглушенный комик, оклемавшись во время поездки, пользуется случаем, когда тачка встала в пробке и выходит из машины. Он сбегает от благодарных последователей, одного из которых сбивает полиция. Оторвавшись от погони под вечер, Артур идет к своему старому дому, где живет Ли. Он находит ее на середине длинной лестницы и радостно и поднимается. Однако девушка говорит ему, что не может остаться, так как он разбил ей сердце, отказом быть Джокером. Также она признается, что соврала насчет беременности и начинает петь. В первый раз за все время знакомства Артур не подхватывает пение, не желая погружаться в мир фантазий. Когда Ли уходит, за ним приезжает полиция. Артура возвращают в тюрьму, где он продолжает отсидку. Однажды к нему приходит посетитель. Мужчина идет на выход, когда его догоняет один из зэков, чтобы рассказать шутку. Про психопата, который заходит в бар и видит там любимого клоуна. Психопат хочет его угостить, но не выпивкой, а тем, что клоун заслужил на самом деле. На этих словах зэк достает заточку и пыряет Артура несколько раз в живот. Истекающий кровью мужчина падает на пол. Чувствуя, как жизнь покидает тело, он в последний раз представляет себя на сцене вместе с Ли. Он пытается спеть напоследок. Пока Артур корчится в конвульсиях на тюремном полу, его убийца на заднем плане подносит заточку к лицу и начинает вырезать на лице широкую кровавую улыбку, как бы намекая, что дело Джокера живет. На этом фильм заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok